добро пожаловать республику чувашия чуваш республики а чаваш 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 республики ваш ручки тут посты должны были быть такие серьезные здесь должны были стоят туда-сюда руки вверх стой стрелять буду стою стреляют так далее построить построили но пока не работают славу так сейчас чё у нас как это лично у меня название перечки из этого из памяти испаряется как же сурово сейчас уру перед скотчем в принципе-то чебоксарда тут осталось килограмм 60 недалеко туда-сюда и там уже у нас поворот на ядре и в ядре не небо не доводилось там где-то там бывать это уже в никольском тоже комплекс сначала там сосну на въезде комплекс теперь здесь еще один тоже стоянки большие тут кафе шмафе кино вино домино но даже ситофор поставили раньше не было видно здесь не раз уже кого-то люди туда-сюда бегают через дорогу здесь на этих стоянках сбивали видно не дай бог поэтому решили светофор воткнусь а сама деревня никольская вот тут в принципе вся древняя на этих стоянках работает что здесь еще делать огород выращиваться только что вряд ли тут что-то еще есть здесь места тоже обалденнейший смотрите поля какие как все зеленые все красиво все засеяно тут изумительная красота и сейчас это сура будет ой тушь места фигенные что потом дальше свияга когда будем переезжать уже это татарстане там тоже берега берег просто потрясный и здесь красота красотой справиться все аккуратненько так поля зелененькие все еще свеженько еще что-ка начало июня жары такое еще не было пекло не стояло чтобы все повысушил вот тут вот не дай бог чтобы не было вещь смотришь и так туша радуется че очаровываешься природной красотой если бы еще не рация что мы как поедем по новому же мост туда уже все все идут по новому уже по старому походу совсем запретили ездить наверное у скоро если не уже большой капут так то в ту сторону пускали по прямой через старый мост навстречу шли по новому сейчас они поменяли движение и уже ну как же сейчас давно уже поменяли теперь уже все ездил здесь были односторонние в ту сторону и в эту посмотрим что же его и нет мы того моста и уже может разобрали старого через который тоже узкий был зараза постоянно его переезжать тоже там проблему была особенность не габарит с ура огонь и стоит еще еще не разобрали я думал его уже на металл сдали как в эту сторону не знаю но вот в эту сторону посмотреть смотреть какая прелесть да и кстати нет парочку там рыбачков увижу так чтоб особо здесь кто-то был и не видно здесь с с этой стороны какие вы тут на лодочке пройти вдоль берега со спиннингом щука сама будет в эту лодку запрыгивать честное слово там прямо виду я сейчас ехал они мне махали там китай машину приходи я говорю я и так уже из графика выпиваться опаздываю да ну ладно давай набрать не пути хорошо что-то у нас здесь через 800 метров двигаться прямо впереди все черным-черно наверно какой-то очень хороший дождик нас ждет а тут шубашкаре все разрыли да нет что тут все так вот закрытый наверно с одного случая уступа езжу движение больших живых с ним за излишки вытворяем местный не говорит что он заблудился здесь ремонт понятно когда мы тут были базами раз зимой да точно в этом к голым когда есть здесь строю трое у нас по четыре полосы по двери имею для брата убить быть на всем протяжении этого участка тоже надо потому что здесь в часы пик тоже бывает не очень воровал вот еще изменения полтиннике повесили на спуске перед цивильском как бы это раньше 70 были сейчас мы полпуса висят видно тоже бьются тут не по-детски пускус такой хороший знак видно очень тоже аварийный участочек получается так так не вспочем тоннека 4850 вашей мы будем тоннека заправлять не знаю чем это связано мне поступила команда позаправлять тоннека то т.к. так тоннека тоннека но и лучше она дороже на рубль чем обычная рубль полтора река большая цивиль река или так в принципе довольно таки река цивильск цивильск о юмая я брызгай в сканерске покупал осел он валялся только что можно было остановиться подобрать все бесплатно на халяву именно сканерский лежал тут тоже потерял полтора рубля получается нет до полтора рубля разница так 47 так 48 50 на тонне сколько на 100 литрах 150 рублей правильно на тонне полторы тысячи полторы тысячи 20 долларов я нас к сызране направо то что водила съездить подождите раз по моему того статуя раньше не было я что его не помню а затем сети использую первую съезд через 100 метров въезде на дорогу с трудовым движением а затем сети использую дорогу я не не было не было видно облагородили что-то вот памятник поставили статую вот эту еще пятьсот восемьдесят девять он тоже такой я вам скажу древний городок но его не было этого точно за полгода какие изменения поближка повезли лето не поближка в татарстане еще дешевле будет надо будет заправляться уже полные баки заливаем и погнали уже так есть 5 процентов осталось лампочка горит тормозит или тормозит кстати новый район такой совсем недавно построен здесь цивильский домов тут не было раньше я имею ввиду раньше намного раньше чего вы подумали андер на он дальше продолжать стройка краны стоят 37 пока расход у нас великолад но это а ну вот и вот этот цивильс как расстраиваются красавцы правда дома тут эти смотрю один на одном один на одном лепят тоже ничего хорошего это все вот эти московские пробки все никак сбросить не могу 31 и 5 падала ниже не падала но сейчас татарстан заедем там должны будем уронить там более-менее ровно будет ну и плюс чего когда уже туда заказать зайдешь только топи да и тут тоже как вот на горку поднимешься туда уже потом казани только вниз 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 так волки туда может быть там немножко скинем потом сам соответственно поднимется когда уйдем куда ижевск ну за ижевск еще ладно потом уже дальше пермский край там пойдут эти прыжки там по магистрали что вот вам и планы да построишь здесь вот перед свиягой я не знаю сколько здесь километров с 5 наверно смотрите уже какая за мной колейка собралась я только подъехал что-то мост какой-то аварийный пускают по одной полосе видно реверс фишка в том что встречка пошла фишка в том что это все это можно было бы объехать после кюгесе можно было уйти на новоочебоксарск по той стороне волги через или надольск волжский и выйти на казань по километражу примерно все то же самое ну да там дорога немножко похуже даже мыслей не было ни по рации не сказали ничего хотя она мне принципе почти всегда выключена но никто ничего не сказал а когда уже узнал вот уже я почти сюда подъезжавший я узнал что здесь такая фигня включил я привычки что подъезжаем не я как бы не лажу в этом яндексе там ну и как бы ну чё тут федералка федералка чё тут в ней лазить а надо было бы буду в следующий раз в общем все так бы я бы объехал я бы здесь не стоял пацаны говорят не знаю посмотрим насколько это я тут встрял ну я думаю часа на полтора наверно не меньше это первый кто делает дорогу да так он интересно на самый верх залазит буксует все дома там кучу сделал здесь кучу сделал все по времени без пятнадцати четыре вот будем смотреть там у нас продвижка как раз да знал бы конечно знал бы что такая будет ерунда я бы объехал у меня было это не то чтобы мысль проскочила когда он здесь проехали впереди дворы фото татарских на татарских номерах и они только нырк нырк туда думаю казань прямо они туда уходят ну ничего там нигде не щелкнуло что это за гугли посмотри яндекс пей сразу все увидишь как бы тоже туда ушел ну уже теперь что поздно пить боржу каких 20 юм не 20 на километра с 5 до этого моста все здесь все нужно выключать то сейчас слезы политика все на свете начнется делать принимать как должны приехали ты по ремонте никуда не денешься куда денешься никуда лето пара ремонта что делать тем более мост говорят аварийный лоханулся не объехал что теперь теперь стой получай наслаждение смысл нервную систему рвать от этого все равно уже ничего не изменится вот он морда ульёная а я так понял что у нас тут такая дикая пошла продвижка вот это последнее я так понял вы видите стал регулировщик да гайцы стали чтобы немножко разогнать правильно потому что ну честно он загорается постоянно этот светофор и все и ты стоишь стоишь а яйца гайцы стали чтоб колейку разогнать правильно не сейчас за раз ее всю разгонят и все красавцы давно это надо было сделать чтобы эту колейку разогнать правильно сейчас этой стороны нас пропустили всю толпу эту максимально побольше и потом с этой атака но тут загорается вот этот светофор погорит две минуты загорится красный вы это вот эти вот идут туда-сюда дергание они рации можно выключить полтора часа все это дело у нас заняло часть 17 20 ну честно сказать не стоит а ну пяти полтора часа этих слез стена не какие тут по рации вот включишь еще тут только не наслушался не знаю я и видосик смонтировать тут позанимался так как раз их жалко свет свияга закрыта красота вот это здесь смотрите ай я вообще балдею от этой местности и пост пусть и написал не знаю с пользой время провести же можно да просто там чайку папе кофейку покушать то лупят сутками не понимая но там не там стонс вас сквозь слезы было короче нет но если конечно знал бы что такая фигня будет естественно эту штуку бы объехал ну так как не знал кстати не засет километраж километров утра уже доедем до когда уже узнал уже объезжать было поздно поэтому еще сделать надо принимать как должное раз так произошло значит так надо возьмите карми книжку почитай там новости послушай там еще что-нибудь посмотреть нет в этой рации сидят не все два-три человека и все один какой-нибудь бред ляпнет и потом вся коллега ау-ау-ау да тут вообще коллеги или продвижка может просто два километра это ни о чем вот гайцов правильно что приехали они разгонять эту колею из-за того что этот светофор у него маленькие циклы слишком маленькие то есть тут пока люди там начинают тронуться цикл должен быть минут 15 наверное мое такое мнение он за раз мог пропустить вот как у нас сейчас он сейчас пропустит там пускай у нас там километров 7 колейка 57 это точно не засекал сколько он за раз пропустит километра три-четыре колейки и отсюда та же самая вся колейка у из-за ты все а у него цикл маленький он пропускает 20 машин 15 и загорается красным потом что же пока эти все проедут сразу же тем зеленый не загорается встречным и вот поэтому она и собирается все тема со светофоров сады старт общение в коллеге 2 километра вообще ни о чем 15 минут у так гайцу постоят там палочкой покрутить и все и все проехали следующая остановка о следующая остановка знаете этот анекдот эстонская метро осторожно двери закрываются следующая остановка о следующая остановка так и мы следующая остановка стать нефть после волги подземлить полные баки ну вот какой а какой планировки может отценить на у скажите о чем тут можно загадывать все как приедем так при куда доедем туда доедем даже и вообще не заморачиваюсь по этому поводу залив туда знойный такой молнии тут и баржа он стоян сону цагает песочек камушки с той стороны вообще красиво и к прорву и решили засыпать совсем на я всяком случае ее не наблюдаю в этих кустах я здесь один сандовский подъем и все и мы выходим на широкую и все время широко 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 и красиво у нас будет до самой елабуки скоро и здесь будь широко и красиво но пока ремонт и ремонт и ремонт и ремонт и можно рацию включать муж от колейки отъехали арно савинский подъем сандовский савинский арно савинский савинский пиел и еще в него в ну Продолжение следует... 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 47 разница полтора рубля заказал тонну 200 тонну 200 может не влезет конечно ну вот это 1700 тонну 150 не знаю посмотрим хорошо шланги длинные вообще хорошо не задирать не надо ничего шумно только м7 шумит у меня моднячьи перчатки это чисто для заправки а пока заливается обыватель надо залить у меня уже пишет омывателя мало две банки возьму залью так как тут вроде все хорошо слава богу пока все нормально омыватель здесь в палетнике время у нас уже двадцать восьмого видите что приходится есть на ходу причем конечно не сторонник такого питания но в экстренных случаях можно поделить сигнал gps 46 минут на заправке ждать еще час это токовые с казанской отъездной токовые скидки двадцать восьмого еще час нужно будет потратить пока все канистры одну по заливаешь да еще час плюс до елабуки ехать если сейчас было взять где-то сходить какой-то кафе поедешь не говорю про то что доставать до доставать на принципе ничего все равно это же какой-то кафе зайти там туда-сюда это еще полчаса получится что короче завтрашнего дня начинаем наверстывать упущенное пытаться во всяком случае ехать еще три тысячи двести километров сегодня ладно до елабуки 200 километров пробеживость явно что дальше все мне не заедет может допить зельевска какого если честно другая стоянка вот это мне не нравится не знаю почему не нравится и все поночевал пару раз она мне сама по себе не лежит душа ничего плохого сказать не могу не знаю может от того что там эти машины вот так вот забивают через 100 если уже есть во втором ряду уйти там один задний короче чё-то лук посмотрим сейчас по идее сейчас часа два с половиной нам кстати не ведет они меня ведут по семерке на пятерке вот это вот это мы сейчас доедем туда поедем развернемся сегодня уже все заправим может быть тогда до этого до Менделеевской чугу а еще воды надо заехать набрать на этом другая там воду быстро пополнить все запасы потому что я дальше там не знаю по той дороге если бы на Куфу пошел я там знаете водички набрать еще а в том направлении я хрен раз найти ее там набирать на воду на воду уже осталось тоже мало короче второй день не работал так подкосили эти полтора часа конечно да и жестко не да и жестко такой смажки мы сегодня дошли вот так какой такой какой такой дышится пока это не остыла эта штука холодной не узнаю как гарантия владим ничего не но иногда можно на постоянке конечно на этой же штуки до свидания желудок но иногда в экстренных случаях можно кофе взял бывший рыбий рынок короче тут рыбы торговали когда вот это была еще двухполоска варьки стояли и варьки даже эти площадки тут столики типа таких настилов елки-палки ну шо ж ты тут же нет никаких ограничений шо ж ты тормозишь то я торможу и он тормозит видишь и делает я разгоняюсь и он разгоняется шо ж ты за человек то такой эй брат вот мало что эти остановились так и этот рядышком остановился никаких ограничений короче я с ним завозился и рынок он не показал ну в общем здесь он был торговали тут всякой рыбешкой лишний раз тормозить 22 тонны потом их разгонять тоже большое удовольствие то нету все у нас уже вечереет уже без 15 9 но еще сегодня мы будем жить в московском времени завтра у нас уже пойдет часы пропадать на запад когда идет на восток идешь так часы воруют когда идешь с востока часы добавляется завтра уже будет ну да уже удмуртия минус час а уже туда пермский край сведоровская область уже минус 2 так тоже нужно будет учитывать выборе маршрута есть но удалить а на в то на п это здесь не а еще стран америка с горы так тихонько ездит даже на по телефону разговаривать поэтому паша не до скорости как омарка скорее ручеек раньше вот там есть тоже хороший подъемчик здесь было а тут сейчас широкая вот вся вот это конечно шикардос отказа нет от челнов только вали давали песня гаишников нету ничего раньше как вспомнить пока вот от этого участка зависит от участок больше камеры гайцов было чем на все но но еще башкирии там тоже они на каждом угле сидели вот татарстан башкортостан все это было их тут на этом участке встретишь за год по всей россии может не повидать на когда было просто все полосы 1 туда 1 обратно они тут свои сплошную продавали и не сплошную чего угодно сейчас им тут бедным немножко хуже стало скажем так нету никого вот отказание еще никого не встретил да и в казани на внизу не видел никого чем тут делать на скорость здесь не постоишь обгон тут тоже поэтому они сейчас не знают это там наверно в полях кучку лица мама дыши сейчас может будут с его там все тела вот и даже тут на широкой на двойной и мы приехали отчего приехали что там случилось ужин вроде завтра выходной день еще не должны никто никуда ехать итак к вопросу о планировке маршрута когда куда-то сейчас муж скажет а в ответ тишина чудо на всю дорогу ехать в яндекс смотреть зашел в принципе в него смотряки на и что нам яндекс скажет а тут фигня чуть-чуть красненького немного потом желтенькое поедем а в чем причина не знаю ну что тут все то же самое опять ремонт автобус ремонт здесь сужение в одну полосу вот поэтому и потолкались представляете что здесь завтра это не любители это люди свято соблюдающие птд если ты нарушаешь как же как и я это не говорит о том что кто-то не нарушает хотя если честно меня мне это тоже бесит все до 50 а едут 45 отключаем вот так коптер сказки дядюшки римуса начались вот вот таких таких сказать я еще не слышал даже слушать не хочу но он уже наши светится тургай тургай как он там тургай неважно но сначала лучше поэт развернуться заправка на той стороне время уже без 20 10 потом залиться опять развернуться заехать водой и после этого мы поедем постоянно я думаю что это будет часам 12 в москве мы станем не раньше пацаны стоят фишку рубят на ремонте смотри какая колейка сзади и спереди такая же ждут кто не выдержит кто через сплошняк пойдет на следующем повороте налево а а я такое ощущение что татарстане завтра уже рабочий день понедельник вот почему так же вот а люди домой возвращаются завтра же выходной впереди вон сплошной поток идет и не только грузовики очень много легковых если перед казани стояли вот это перед ягодом одни грузовики были здесь очень много легковых и сзади колея спереди впереди колея а навстречу машин практически нет наверно зато рабочий день татарстане это ты не решили не праздновать понедельник выходным не сделать может ли другого логического объяснения этого не вижу говорю и 220 литров пойдет такими глазами смотрит на меня бешеными конечно войдет чё пи не войти то правда 9 канистр и 40 литров еще сюда влезет татаримся а вдруг ты вдруг мы дальше потом на восток пойдем где мы там потом отблю брать будем поэтому он 4 канистру меня есть залитых еще 9 все буду крышки открывать будем заправляться блин тут нифига не видно правда с этим датчиком нечего знаете как довольно оперативная за 20 минут управился с отблю во-первых льется хорошо пока наливаешь и этот просто париться что пока она набегает я ту канистру отнес так чик-чик-чик-чик-чик так как вы не делится нам сюда джентльмены на стоянку нам на сегодня все хватит места конечно есть грязненько как-то я вам скажу дождь и идут из-за дня в день уже жаловалась там на тургай девчонка там пока воду наливал на может мы зря машину были наверно здесь сзади здрасте на дорожной грязноватенько грязноватенько я вам скажу да ой куда же у нас поставит отзади на бедной горы куда? к тому в реку что там можно долго делать? там сзади рэфы стоят я не знаю ну да к этому американцу и ставят нас так время в принципе сейчас 11 23.06 в общем-то еще не так уж и поздно завтра мы 8 начало 9 поедем на следующем повороте поверните направо на следующем повороте поверните направо так, нужно тут немножко подравняться надо немножко прицеп подравнять мало радиуса получается но Америка уже заштурился вот только что установился стал человек отдыхать скорее лег ну что, и мы последуем его примеру все, братцы всем спокойной ночи вернее, мне спокойной ночи но не очень спокойной пусть это бедная WHИНОВИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...